Здравствуйте дорогие друзья любители квестов и адвенчур мы с вами продолжаем играть в замечательный детективный квест face noir загружаем нашу последнюю игру ну вот друзья мы находимся сейчас с вами перед зданием закрытого музея как вы помните в прошлой части игры мы усиленно залипали в архиве в поисках различных документов по делу о взрыве в кафе вот и наши ну а один из фигурантов этого дела работает в музее ну профессор музея вот и поэтому мы решили отправиться сюда в поисках каких-то еще новеньких зацепочек так но через центральный вход мы войти не можем поскольку идет ремонт тут все перекрыто поэтому так сказать заднего хода зайдем с черненького ну да вот тут единственная дверь заходим в нее вот награда за то что я тащился сюда через половину манхэттена дверь открыта и это конечно не по забывчивости смотрителя забор был расстрелян кто бы это ни был его явно очень интересовало нечто находящиеся в музее или находившиеся ну тут два варианта есть либо этот местный гость который прострелил замок уже забрал все что ему нужно либо либо мы сейчас что-то найдем сами то что он не смог заметить но очевидно это тот же самый гость что наведывался и к нам под видом полицейского тот самый со шрамом как вы помните на лице посмотрим да давайте посмотрим что у нас тут как какая-то этикеточка надпись сообщает что содержимое ящик из самары в ираке до того как он оказался здесь он стоял в зале 13 должно быть профессор циндлер специалист по ираку нужно посмотреть на карте так ну вот эта карта то есть профессор циндлер которого мы ищем он специалист по ираку соответственно сейчас мы будем пытаться найти его кабинет газетная статья который я нашел по сельскому участку была посвящена исследованию профессора связанными с персией профессор август циндлер профессор также был куратором кафедры исламоведения если я правильно понимаю там же был его кабинет надо посмотреть получше даже если я не имею понятия где находится эта кафедра так а вот это самая самара как ни странно это не самара которая вы все знаете прекрасно российский город это город весьма далекий от россии самара самара это тоже самое название которое я видел на одном из ящиков вестибюле содержимое должно быть выставлено в исламском разделе его переместили с зала 13 зал 13 должно быть старый отдел ислама и там должен находиться кабинет профессора и нужно выяснить где находится комната 13 просто так бесценно бегать по музею плохая идея это верно музей огромный тут потеряться небось можно в нем хорошо теперь когда я знаю что сектор исламоведения имеет номер 13 я могу воспользоваться картой чтобы его найти окей теперь мне нужно только найти комнату 13 который находится в кабинет профессора циндлера так друзья и вот здесь вот на этом плане музея мы будем управлять вот этим вот красным кружочком как бы ну как как вы водите по пальцам по карте пытаясь найти путь куда вам нужно вот здесь мы будем сейчас заниматься тем же самым так но очевидно на этом этаже судя по всему комната 13 не наблюдается поэтому как я понимаю нам нужно подняться наверх вот по этой лесенке который мы сейчас с вами благополучно подобрались так ну я смотрю тут как всегда по законам жанра кабинет номер 13 находится в самом дальнем углу практически это было нелегко но в конце концов я все-таки достиг своей цели так и вот мы оказались с вами в каком-то выставочном зале очередном другом на очевидно и здесь где-то рядом находится нужный нам кабинет а тут опять очередная движущаяся локация как же их как же я не люблю в квестах все эти продвигающиеся локации когда непонятно где ее конец начало может быть вот это наша дверь давайте узнаем точно судя по всему она есть множество книг старые фотографии и несколько музейных экспонатов кабинет профессора выглядит вполне нормально если не обращать внимание на труп в центре комнаты нет сомнений что это профессор цинклер это лицо которое я видел в газете его тело холодное но не очень в ряд ли он умер более семи часов назад а по дырке от пули во лбу я могу судить что он умер своей смертью ну это уж точно да друзья очередной труп обнаруживаем я так чувствую сейчас нас кто-нибудь еще застукают опять какие-нибудь очередные полицейские на этом месте опять будут пытаться повесить убийство на нас я надеюсь все таки этого не случится в этот раз хотя бы да я смотрю опасные людишки охотятся за нами и очевидно если этот же человек со шрамом убил профессора циндлера то помните нам славянский сказал что этот полицейский который к нам приходил был очень расстроен что что-то не нашел и так далее но очевидно он был расстроен тем что не нашел дельнера и не смог его завалить газете было написано что он погиб в результате взрыва бомбы в кафе рикки думаю второй вариант вероятнее хотя версия воскрешения из мертвых безусловно очень увлекательно смысле что газетчики в очередной раз наврали тут что-то лежит это восковой валик от фонографа на нем что-то записано если я соберу части вместе то смогу послушать запись отлично это интересно что же там такое на этом валике записано да друзья фонографы вы наверное не представляете что это такое даже это как ну как вот виниловая пластинка друзья вы знаете да когда игла опускается на дорожку и считывают значит это самые звуковые колебания также здесь только здесь это валик ну и тоже иглой считывается с него звук так ну что ж а теперь у нас очередное развлечение пазл давайте соберем попытаемся собрать точнее все это безобразие так теперь мне осталось найти только способ склеить их между собой друзья как же я долго мучился с этими дурацкими валиками вы просто себе представить не можете я этот кусок вырезал конечно так что давайте теперь продолжим наше расследование без помех надеюсь уже таких да если расплавить воск по краю детали должны склеиться кажется теперь все части склеились отлично так валик мы смогли собрать не без мучений давайте теперь воспользуемся что ли на столе стоит фонограф похоже им недавно пользовались вот он вот он фонограф друзья для тех кто ни разу не видел подобных устройств это делается так и в на Сейчас я только что-то наоборот. Это диктофон с на-офф-боттон. И теперь давайте посмотрим, что на цилиндре. Валя крутится, и женский голос с французским акцентом звучит из маленького динамика фонографа. Она представляется как Мишель Николе из Совета Пяти. Сообщение было предназначено для профессора. В нем описаны детали плана выхода его и девочки из музея. Согласно плану, человек из Совета должен прийти, забрать его и девочку и переправить на безопасную квартиру. Запись заканчивается на том, что женщина благодарит профессора за спасение девочки и города с непроизносимым названием. Французенка, организация с вышемышленным именем и профессор, который похитил девочку. Масса информации для моей без того больной головы. Значит, профессор привел девочку. Это кое-что объясняет. Вероятно, Шон был одним из тех людей, которые схватили профессора и девочку, а не следовали плану Мишель Николя. Но что-то пошло не так, и Циндлер за это поплатился. Я помню, что организация под названием Совет Пяти упоминалась в записи. Я должен предпринять кое-какое расследование относительно Мишеля Николя. Может быть, и на этот раз полицейский архив окажется полезным. Да, друзья, что-то я уж тоже... Если уж для больной головы Джека это слишком много информации. Для меня уж тем более. Тут какой-то Совет Пяти еще вылез. Девочка опять эта непонятная. В общем, сплошные загадки, друзья. Ладно, давайте отправимся обратно в полицейский архив. И попробуем найти информацию вот про эту Мишель Николя или как ее там. Ну вот мы и снова на улице под проливенным дождем. Как обычно, ночь. Мы почему-то ведем наше расследование исключительно ночью. Позволь мне угадать, мы снова должны ехать на другой конец города. В полицию едем, друзья. Снова в наш любимый архив. Так, понятно. Надо заново эту карту очередной раз применять. Так, вот мы и внутри. Давайте снова введем в компьютер необходимое нам имя. И определим, где же находится нужное нам дело. Вводим вот это имя, которое написано в правом нижнем углу. Мишель. Все-таки я уже жаловался на местные узкие буквы, неудобные их. На экране не прочтешь. Вот буква Л, то ли это Л, то ли это И. Непонятно. Точнее, Ай. Так, Мишель. Есть. Теперь вводим фамилию. Странная фамилия. Николя. Я, конечно, тоже в некотором смысле Николя. Поскольку я Николай. Ну, для фамилии это как-то слишком странно. Так, стоп. Ой, ёлки-палки. То есть тут сбрасывается все целиком. Тьфу ты. Неправильно начал вводить. Так, ладно, заново. Ай. Опять не то. Имя. 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 Похоже, что я нашел и Мишель Николя. 607-012-1. Так, 607. Ну, очевидно, вот здесь. Мишель Николя. Дело номер 607-012-1. Ну, давайте прочтем все внимательно, что же здесь интересного есть. Дело Николя. Как можно предположить по имени, у нее французские корни. Странно, под преступлениями тут значится только очень неопределенная и возможная связь с преступной организацией. Довольно сомнительная причина, чтобы заводить на кого-то дело. Это верно. Это отчеты от различных полицейских. Выглядят так, как будто они сделаны из-за Мишели Николя. Такое в Нью-Йорке случается нечасто, но если случается, нужно заботиться о том, чтобы, по крайней мере, двое полицейских ввели слежку за подозреваемым. И выглядит так, что организовала слежку Мэллоу, во всяком случае, если судить по этим подписям. Интересно. Мэллоу, он тут везде у нас всплывает потихонечку. Похоже, это отчет о последней слежке за Мишель Николя. Она приехала в Нью-Йорк 28 октября 1932 года, а исчезла 5 ноября. В тот же день была ассоциирована смерть профессора Циндлера. Судя по отчету, каждую неделю она меняла комнату. И какой сюрприз? Она выбрала в качестве кубежища комнату у Словански. Если ты приложил кучу народа, и у тебя не совсем безопречный список судимости, это самое лучшее место. Кто знает, может быть я смогу вытянуть из этого потрепанного русского Словански кое-какую информацию о нашей беговой француженке. Все, да? Да, вот и всплыл наш дорогой любимый арендатор. Ой, точнее не арендатор, а... В общем, вы поняли. Да, любопытно, любопытно. Ну давайте отправляться тогда домой, поболтаем с ним. Что же он нам расскажет? Правда, конечно, Слованский, он такой же русский, как... Я не знаю, такой же русский, как сам Дельнера, но... Что ж поделать. Стереотипы о русских, они неизменны, друзья. Куда нужно на этот раз? Домой, как говорится. Ну что ж, давайте побеседуем с ним. Что же он нам расскажет, такого хорошего? Чем могу помочь, Дельнера? Вы слышали что-нибудь о Мишель Николя? Мишель Николя? Мишель Николя? Это имя мне ничего не говорит. Француженка, она жила в одной из ваших квартир в ноябре прошлого года. Тут большая текучка Дельнера. Я не помню всех, кто тут жил в последнее время. Я живу тут уже больше двух лет в Слованске. Это просто невероятно, что француженка смогла остаться абсолютно незамеченной в этом сарае. Это меня совершенно не интересует. Меня интересует только получение денег. Почему ты интересуешься, Мишель Николя? Я хочу жениться. Открыл телефонную книгу, и это было первое имя, которое мне попалось. Твой цинизм рано или поздно навлечет на тебя проблемы, Дельнера. Расскажите мне что-нибудь, чего я не знаю. Мишель Николя, я знаю, что она тут жила. Кончайте мне лгать. Окей. Она жила тут примерно месяц. Я увидел ее только когда она въехала, а потом когда съезжала. Она заплатила вперед, и мне не нужно было об этом беспокоиться. Она жила в квартире на верхнем этаже. Квартира 607. Ну, теперь доволен? Вы знаете, где она работала и почему сняла квартиру у вас? Я не из тех, кто лезет в личные дела людей. Это твоя работа, Ищейка. Я хочу осмотреть квартиру 607. Извини, Дельнера, но сейчас я не могу пустить тебя в квартиру 607. Почему не можете? Она ремонтируется. Вы решили отремонтировать квартиру? Мне с трудом в это верится. Мне безразлично, веришь ты или нет. Ты не увидишь эту квартиру. Слованский не пустит меня в эту квартиру. Это понятно. Я должен проникнуть туда как-то по-другому. Пока, Слованский. Пока, Дельнера. Ну как? Обычным нашим любимым способом вскроем замок. Сейчас опять будет наша любимая мини-игра со вскрытием замков. Так что, все нормально, друзья. Сейчас все. Пойдем куда надо. Слованский козел. Надпись на стене. Забавно. Квартира 607. Квартира 607. В этой квартире скрывалась Мишель Николя. Не думаю, что тут действительно идет ремонт. Слованский тут что-то прячет. Ну давайте узнаем, что за труп в шкафу у Словански лежит. Тишина. Ни один звук не проникает наружу. Там никого нет. Нет, это мы поняли уже, да, друзья. Давайте применим отмычки тогда к этой двери. И попробуем взломать дверь. Так, еще не хватало, чтобы замок у меня с первого раза не взламывался, друзья. Ну что за ерунда? Ну что за ерунда? Ну, добро пожаловать, как говорится Проклятие Что-то мне говорит, что под простыней не только подушки И это было уже третье тело за сегодняшний вечер Замечательно, да, еще один трупешник мы обнаружили Ну, я предсказывал труп в шкафу у Словански Ну, так оно и вышло Кто бы ни находился под этой простыней, он знал о лучшие времена Это верно Я не хочу нарушать покой мертвых, но я должен узнать, кто находится под этой простыней На твоем месте я бы этого не делал Словански, что вы собираетесь делать с этим старым пистолетом? Все, что захочу, если ты не будешь делать то, что я тебе скажу Значит, вы тоже в этом замешаны? Я ничего не знаю про все это, Дельнер Я должен следовать приказам Чьим приказам? В черной линии? Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы, Дельнер Скорее, ты в том положении, чтобы на них отвечать Я принципиально не отвечаю на вопросы, если кто-то целится в меня На этот раз ты это сделаешь Скажи мне, Дельнер, на кого ты работаешь? Вы абсолютно точно знаете, что я ни на кого не работаю Я знаю, что ты частный детектив, но это только прикрытие Если у меня будет другая работа, я смогу позволить себе другую квартиру, такую, где хозяин не будет угрожать мне оружием Наверное, ты работаешь только за спасибо, Дельнер Я не работаю за идеалы, они слишком легко убивают Так почему ты ищешь Мишель? Мишель Вы называете ее по имени, держу пари, вы хорошо ее знали Здесь я задаю вопросы, я, Дельнер Почему ты ищешь Мишель? Если имя всплыло в деле об одном археологии или вроде того Ты говоришь о профессоре Силдере? Вы хорошо информированы, Слованский Где теперь профессор? В музее в центральном парке с дыркой в черепе Понял Похоже, многие ищут тебя в последнее время, Дельнер А единственная причина искать кого-то, если у него есть что-то такое, чего нет у тебя Если вы намекаете на мое чувство юмора, то, пожалуй, вы правы Боюсь, Дельнера, мои приказы исходят от организации, которая называется Совет Пяти Совет Пяти Та же организация, к которой принадлежала Мишель Николя Точно, Дельнер И у нас большие проблемы с муфиозной группой Черная Линия Нам нужно одно и то же Девочка И совет считает, что она у тебя Ну, они ошибаются Я так не думаю Визит, который тебе нанесли этим вечером, подтверждает, что мы не единственные, кто считает, что девочка у тебя Ошибка, повторенная дважды, не есть истина Давай, Дельнера, не будь дураком Девочка у тебя Я не скажу этого, пока не переговорю с Мишель Николя с глазу на глаз Тебе будет довольно сложно с ней поговорить Давай оставим эту чушь и скажи мне, где она Она рядом с тобой, под этой простыней Так это тело Мишель Николя? Именно, Черная Линия настигла ее прежде, чем она смогла найти девочку Проклятие Мишель Николя была, наверное, единственной, кто мог бы мне помочь разузнать что-нибудь о девочке и событиях сегодняшней ночи Если ты хочешь ответов, тебе придется подождать до завтрашнего утра, Дельнера Что произойдет завтра утром? Завтра утром в шесть Совет пришлет человеку, который заменит Мишель Завтра утром? Должен сказать, у вас дерьмовое чувство времени В нашей организации нет возможностей, какие есть у Черной Линии А кто позаботится о девочке, пока этот человек наконец-то доявится? Тот же, кто заботился о ней до сих пор? Ты! Значит, я должен заботиться о девочке, пока этот человек тут не появится? Вы этого от меня хотите? Именно Почему я должен верить этому типу? У тебя нет другого выхода Кроме того, я бы и сам без проблем смог позаботиться о девочке Но я не человек действия Я только домовладельца из нижнего иссайда На данный момент ты лучшая кандидатура, чтобы позаботиться о девочке Кто этот тип, который придет утром? О, этого я еще не знаю Не волнуйся, ты с ним встретишься, как только он будет здесь Что произойдет, когда я передам девочку? Как я уже говорил, я только сдаю квартиру, Дельнеро Эти вопросы ты должен задавать тому, кто придет завтра утром А сейчас извини, мне нужно работать И это все? Вы приходите сюда, угрожаете мне оружием, а теперь просто уходите? Я только хотел убедиться, чего ты хочешь от девочки И разговор об этом вас удовлетворил? О, это еще не все, Дельнеро В моей профессии нужно иметь хорошие навыки общения с людьми И это может звучать странно, но ты кажешься надежным Кажешься надежным Теперь я прощаюсь, Дельнеро Удачи Теперь, когда я узнал намного больше о личности девочки Мне нужно найти убийцу Шона Мне нужно выяснить, кто его застрелил Да, друзья, отлично Попали мы под разбор нескольких мафиозных группировок Которые не пойми, чего хотят Не пойми, чего хотят друг от друга От девочки, от этой, от нас Непонятно, как к этому относится полиция Замешана ли она в этом Ну, в общем, друзья В лучших традициях В лучших традициях детективного квеста Это замечательно Чем могу помочь, Дельнеро? Расскажите мне о совете пяти Что ты хочешь знать? Почему вы ищете девочку? Этого я не знаю, Дельнеро Если тебе нужны ответы, ты должен дождаться Типа, которого послал совет для того, чтобы позаботиться о ней Когда он появится? Завтра утром в девять А до тех пор девочка у меня, да? Именно, Дельнеро Иначе не получится Как вы сюда попали? Я никогда не был членом организации Мой отец был Мы переехали в Америку из-за его работы Он расшифровывал для них тайные тексты Какова тогда ваша роль? Когда мой старик стал слишком стар, чтобы работать Он решил купить этот дом Совет помог ему в этом Единственным условием было то, что они смогут распоряжаться домом Если понадобится надежное жилье для одного из членов И это надежное жилье Квартира 607 Именно, Дельнеро Поэтому квартира не сдается Да уж, надежно Если там Мишель завалили То я смотрю, самая надежная квартира Просто Какая связь между Макклейном и Советом? Макклейн, должен быть твой друг, которого нашли мертвым сегодня ночью, правильно? Да Только друг Не совсем верное слово Как будто ни было, я знаю только членов организации, которые жили в моем доме Я ничего не слышал о твоем друге Ну все, у меня больше нет вопросов Пока, по крайней мере До свидания, Славанский До свидания, Дельнеро Так, ну что ж, друзья Теперь мы отправляемся опять в наши любимые доки В Бруклине И попытаемся еще найти ответы на некоторые вопросы здесь Например, поболтать с начальником этих доков С которым Шон, как я понимаю, разговаривал Так что, друзья Этим мы займемся уже в следующий раз Спасибо, что смотрели мое прохождение на игру Face Noir Подписывайтесь на канал Ставьте лайк под видео Комментируйте Рекомендуйте это видео друзьям Спасибо за внимание До свидания Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!